привет ну что я заключительной части турнира давайте мы запустим опять фотки в седьмом туре так перед седьмой туром у меня было после 6 набрано пять с половиной очков я на целое очко уже оторвался от игоря ильича лысого и была задача не расплескать в общем вот это вот все в седьмом туре играл черными с николаем жарковым в итоге он разделит второе третье место но по дополнительным показателям окажется третье напоминаю дополнительные показатели здесь были количество побед так в общем николай со мной сыграл d4 я сначала хотел что-то типа старушки или вовского изобразить но после конь f3 вспомнил что очень неплохо стоит d5 и пошел принятый ферзер к сожалению после е3 хода b5 нету ну то есть он есть но он не так хорош там возникает совершенно отвратительный вариант славянки b5 а4 который я не играю поэтому было принято решение сыграть обычную линию ну и николай этого не ожидал сыграл а4 конь c6 конь c3 ну и такая таби фиг знает каких годов 100 лет назад слон е7 и белая рванули d5 по этому ходу я понял что белая как бы не возражают против ничьи иначе нафига им избавляться от изолятора и дальше как ни странно игра у меня идет по первой линии коня 5 ферзь а2 тут я если честно думал что уже чего там опутал и движок горишь надо просто ходить конь c6 на слон d2 конь b4 на ферзь b3 конь a5 то есть в общем-то позиция равна я сыграл слон f6 после ладья d1 у черных похуже была мысль сыграть здесь слон е6 но мне страшно не понравился ход слон g5 по мою защитили ладью то что можно ответить ферзь е7 уставшему романович в голову не пришло ну какие тут могут быть вообще проблемы все легко защищаем а ну да маленькая слабость на е6 но это полная ерунда конечно позиция с огромными шансами на ничью ну я пошел ферзь b6 слон d2 намного интереснее была бы игра после слон е3 потому что черным надо бить на b2 а значит получать слон x7 то есть ладья бьет f7 проигрывает давайте покажу ладья f7 проигрывает за ладья d8 шаг и приходится брать ну сказать что тут сразу сдались еще рано но понятно что лишний ферзь он тут явно сильнее ладьи со слоном пешек поровну то есть компенсация недостаточно но николай аккуратно сыграл слон d2 конь c6 слон c3 после кольба 4 мне показалось что я уже стою чуть-чуть приятней так оно видимо и было но в общем-то не настолько чтобы вот сразу как-то побеждать слон е6 0,15 пишем движок в пользу черным ферзь h5 взял на c3 и здесь ладья d8 логичный ход конь g5 ага и вот тут роман юрьевич грубо ошибся то есть реально инициатива перехвачена и можно было просто сыграть слоны в 5 либо разменяться на d1 и пойти слоны в 5 вот это для меня конечно я чувствовал что уже шансы на победу появляются слон явно сильнее коня у белых есть слабости а4 и c3 но видите ключевая задача была не проиграть поэтому делается излишне аккуратный ход и после конь е6 ферзь е6 все становится очень похожим на ничью ферзь а5 я подземнул чуть-чуть ну нашел возможность нашел себе силы взять на пальц на ладью и пойти здесь b5 первая линия отлично после а б ферзь бьет b5 мы все разменяли и вот партия здесь совершилась соглашением на ничью ну 31 ход сделан то есть до 40 до 40 но всем очевидно что в этой партии квалифицированные шахматисты могут сыграть в этой позиции только в ничью вот значит такая достаточно простенькая ничья в общем то как выяснилось ни в один момент серьезно не рисковал кроме вот этого на слон е3 получается ферзь бьет b2 опасно но с другой стороны после слоны в 7 если отойти король h8 то всего поровну и с огромными ничейными тенденцией условно там сложно 4 можно пойти или кольца 6 вернуться или даже разменяться на 2 у белых поприятней но такое давление выдержать может это вот единственный момент где черные более-менее рисковали в этой парке так ну и дальше я играл восьмом туре с возьмиловым львом и у нас была такая интересная каталонка значит g3 d5 слон g2 слон е7 усталость уже накопилась голова немножко не работала и было принято решение как вы помните играл кольца 3 в партии против а но это я играл после рокировки кольца 3 в партии против богдана белякова на чемпионате урфо здесь я решил поставить коня на d2 ну движок ругается говорит что после ц5 у черных полнейший порядок ц5 со мной пойдут в последнем туре конь d2 здесь лев сыграл конь d7 и свел в известную теоретическую линию dc конь бьется 4 слон b7 я так тоже как-то играл черными объективно сильнейший ход в этой позиции ладья d1 есть неплохой ход слоны в 4 надо считаться с h4 я сыграл е5 е5 вот выглядит достаточно рискованным потому что отдали поле d5 ну и после h4 до первая линия как будто бы я это изучал очень приятно что даже в уставшем состоянии я делаю вполне нормальные ходы вот эта позицию белых чуточку поприятней ну и движок рекомендует играть а4 ну не знаю а4 я сыграл аккуратнее пошел а3 после чего у черных лучше до немедленная c5 взял здесь был ход ладья c8 который рекомендует движок я собирался играть b4 потом b5 и был очень оптимистичен в оценке этой позиции хотя после конь b6 у черных оживает слон то есть на коне 5 будет слон бьет f3 и конь бьет е5 то есть у белок возникает проблема защитой пешки е5 но с виду не самая большая проблема позиция равная то есть можно пожертвовать пешку как нибудь не знаю коня 5 и залезть попытаться залезть на c6 можно сыграть спокойно кони вблизи ну например коня 5 взяли 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 на е5 напали на пушку к примеру или не напали отдать мне ну лучше напали да и куда-то надо отступать но ну в общем выглядит что полный порядок у белых слон готов на f4 выскочить ладья на d1 черные взяли слон бьет c5 после b4 я оценивал свою позицию как с неплохим перевесом но дальше я сейчас напутаю слон b2 ладья c8 все логично и вот здесь надо было горит играть ферзь е2 не опасаясь стать под связку или ферзь d3 у меня такого понимания не было я пошел ферзь b3 здесь в черных был интересный ответ b5 и на коне опять слона 8 с целью потом отправить своего конячий где-то через b6 ферзя через b6 на b8 а коня потом на а4 или на c4 мой противник сыграл опять и на удивление коль d6 это первая линия я был уверен что землю слон бьет d6 еды слона 6 ладья естественно идет на c1 тут какой-то ход быть не ну стоп-стоп-стоп взял на c8 это тоже движок одобряет он должен бить слоном взял на опять и вот здесь ферзь b8 это пишет ошибка а надо было пойти коль е5 и на ферзь бьет d6 отправиться за пешкой опять чуть-чуть поприятней позиция белок за счет отдаленной проходной лишний ну не лишний потом вот и за счет двух слонов я ушел с разъем на b8 разменялся и позиция уравнялась конь g4 сильнейший ответ ладья b1 слон d3 да пока что пока что все логично здесь я поставил ладью на бассей движок говорит что на b3 правильно ставить ладья b7 ну и здесь после коль d4 нифига себе какие ходы есть слон бьет g2 давайте-ка глянем я так не сыграл слон g2 коль c6 ответная коль d3 коль бьет d8 вот тут у меня бы крышак поехал если бы я это увидел потому что ну в честной игре конечно сложно сообразить что такое бывает но выглядит что у черных лучше у них пешки d6 они быстро доберутся и сейчас на а3 у белых слабость на е3 не ладно я сыграл d7 и движок говорит что черным надо было играть коль d на f6 ладья а7 ладья бьет d7 и белым надо бить на d7 ну и спасаться впрочем сомнений в том что белые здесь легко устоят у движка нету сейчас коль пойдет на d2 за пешкой опять слон все-таки в игре на разных флангах посильнее лошадок но партия бы закончилась ничью вот но лев взял на f3 зевнув ход ладья б8 насколько я понимаю меняться на б8 нельзя белая стая от ферзя ну и после король h7 ладья h8 лишний ферзь и очень легкая победа то есть у коней нет опорных пунктов бить на а3 нельзя из-за ферз до 3 шаг и без коня после кони b6 пешка отправилась вперед и черные теряют либо коня либо пешку и все мы за пешку опять тоже не меньше одного коня придется отдать здесь черные сдались то есть восьмом туре так достаточно уверенно победил хотя получил равную позицию и держали равенство очень долго последнем туре против меня играл тоже молодой такой перспективный спортсмен роман кузьмин c4 е6 тоже каталон и я решил тоже сыграть коль d2 рома красавец немедленно ответил принципиальным c5 переходить в защиту тараши неохота cd е.д. dc слон c5 коль на d2 стоит с виду гибко на деле он не нападает на пешку d5 вот поэтому dc рокировка чтобы на f2 нигде не пропустить конь c6 a3 опять ходить надо тут движок настаивает на ходе е3 я сыграл ферзь c2 и если бы рома ответил d4 то пространственный перевес черных имел все шансы сказать но вместо этого аккуратная слона 7 видите мне немножко повезло меня опасались побаивались не по не боялся пожалуй ну не чувствовалось не побаивается артем пинген который меня уже обыгрывал не один раз и обыграл недавно на чемпионате урфо остальные так с уважением то есть побаивались на меня нападать тут я догадался пойти е3 d4 не дал и неаккуратный ход рома е5 привел к тому что после cd можно было еще b4 пойти но cd мне больше нравится коль бьет d5 конь c4 у черных проблемки с пешкой е5 ну и слон g2 сейчас развивает колоссальную активность вот за эту партию мне немножко обидно я считал что должен ее выигрывать ладья d1 хода слон f5 нет из-за ферзь е4 слон g4 и здесь я упустил победу я не взял на d5 дело в том что на слон бьет f3 просто ладья d6 есть ход и у меня личный слон видите все к девятому туру усталость полностью накрыла меня и я просто не забрал коня в один ход я сыграл здесь ферзь е4 напоминаю контроль 8 плюс 3 времени подумать было предостаточно конь d6 перевес белок неоспорим но всего порог ладья d6 взяли взяли слон отправился на c3 тут движок говорит что можно было просто взять на b7 и это и это совершенно выигранная позиция давайте посмотрим потому что у меня впечатление будто движок как ни странно прав ну да на ферзь бьет d4 просто слон бьет а5 потом слон c3 и две связанные очень легко побеждают там еще ферзи неизбежно меняются пешка е4 слабая но последовало аккуратная слон c3 напомню было желание не проиграть ни одной партии конечно последняя в связи с этим смотрится совершенно отвратительно не не достоин был роман юрьевич победы не забрал гуру в один ход такой же 5 слон d3 ферзь б3 конь идет на c5 у белок по-прежнему перевес и тут рома опять ошибается здесь выигрывает огромное количество ходов просто огромное начнем с хода слон d5 который я не сделал если слон g6 то просто съели на b5 если ладья d7 то съели неожиданно на на ферзь бьет а5 будет так на конь бьет а5 будет ферзь бьет d3 ну этот разноцвет совершенно подавляющий еще на b5 заберу на ферзь бьет а5 будет слон бьет а нет топе тоже ферзь бьет d3 висит на а7 висит на f7 и при случае на c6 конь не за еще слон d5 выигрывает вообще без без каких-либо красот к большому перевесу идет ферзь бьет f7 взяли взяли но здесь можно реально не выиграть слон бьет c6 скажем слон c7 или a4 у белых лишняя здоровенная лишняя пешка у черных куча слабостей но выигрывать еще долго проще всего выигрывает конь е6 на феферзь бьет е6 а на а4 просто съели на c7 съели на b5 вот так и сыграли а4 все позиция белок становится совершенно выигранной благодаря мощному белокольному слону ну не совсем очевидно у ферзь бьет f7 там найти надо было я же помню что меня устраивает ничья взял на c6 слон c4 тут еще можно было взять на а5 и после ферзь бьет а5 пойти ферзь c2 но я обнаружил что можно сделать вот такую ничью и закончить тяжелый турнир напоминаю что мне еще предстояла дорога в тюмень за рулем то есть я после турнира успел чуть-чуть перекусить поужинать и 8 вечера гривича отправился в тюмень в пол первого уже был дома то есть я не кончик но уставший до сих пор усталость чувствуется сегодня у нас утро вторник 2 апреля ладно заключение еще раз поблагодарю организаторов шахматную школу интеллект директора друга моего детства валентина кормышева одного из главных организаторов и спонсоров его сына дмитрия валентиновича кормушева очень благодарен всем ребятам за то что они меня не стали обыгрывать а более того отдавали мне очки при первой же возможности всех включая даже игоря ильича который в последнем туре партию проиграл вот табличка видите я встал от меня даже на полтора очка вот а если я победил так вообще бы на 2 стоит пожалеть что не там счета именно этого турнира фиде у меня рейтинг фида встает от рейтинга российского быструшки ну и в общем всех кто за меня болел всех абсолютно в общем поздравляю нужно поблагодарить я так смотрю игра у меня более-менее пошла и я дам некоторую отставку титульным вторникам то есть я вам что-то всегда играю уставший постараюсь больше не играть до удивило больше всего удивило конечно последнее место очень сильного гроссмейстера михаила виталия улыбина первом туре он черными достаточно уверенно сделал ничью с игорем или еще лысым но вот видимо это ничья столько сил у него от него что все остальные партии он проиграл михаил витальевич по-прежнему обладает очень высоким классом очень мощный шахматист вот но молодежи я надеюсь молодежь тоже сделает какие-то выводы из этого турнира надеюсь что для молодежи это было не менее полезно чем для меня всем спасибо до свидания если вы забыли подписаться на канал это себя красиво найду то не забудьте это сделать спасибо спасибо